Уважаемые дамы и господа, мы начинаем церемонию подписания совместных документов, после которой состоится пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств России и Китая. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Йи подписывают план консультации между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2017 год. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, наши переговоры прошли в атмосфере откровенности, доверительности и взаимного уважения. Это традиционная атмосфера нашего двустороннего диалога с нашими китайскими друзьями. Пользуясь случаем, мы еще раз поздравили министра иностранных дел и руководство Китая с весьма успешным проведением в мае этого года международного форума «Один пояс, один путь», который состоялся в Пекине. И у нас нет сомнений, что совместная работа в этом формате будет способствовать поступательному развитию и сопряжению интеграционных процессов на обширном пространстве Евразии, в том числе в русле договоренностей лидеров России и Китая о совместной проработке большого евразийского партнерства и проекта «Один пояс, один путь». Сегодня мы с обеих сторон подтвердили высокую оценку достигнутого уровня российско-китайского сотрудничества, сотрудничество, которое вышло на беспрецедентный за всю историю двусторонних отношений уровень, обсудили график политических контактов, как всегда, он очень интенсивен, и главное внимание уделили подготовке предстоящего визита в Россию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Актуальные вопросы двусторонней международной повестки дня наши лидеры также смогут обсудить на полях различных многосторонних форумов, которых до конца года пройдет немало. Ну и на конец года намечен официальный визит в Китай председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева для участия в 22-й регулярной встрече глав правительств. Мы были едины в том, что российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в международных делах, условились продолжательно наращивать сотрудничество и координацию в рамках нашего участия в Организации Объединенных Наций, БРИКС, в том числе в контексте подготовки к саммиту БРИКС в сентябре этого года в китайском Сямэне, Шанхайской Организации Сотрудничества, саммит которой состоится буквально через пару недель в Астане, в рамках тройки России, Индии и Китая в других многосторонних форматах. Мы обменялись мнениями по широкому спектру ключевых региональных и глобальных проблем. У нас совпадающие подходы к ситуации в Сирийско-Арабской Республике, в том числе в контексте поддержки площадки Астаны, в рамках которой достигнута договоренность о создании в этой стране в Сирии зон деэскалации. Их реализация, реализация этой концепции, конечно, станет важным инструментом поддержания режима прекращения боевых действий, облегчения гуманитарного доступа и создания более благоприятных условий для начала инклюзивного межсирийского диалога в Женеве, как это предусмотрено международными документами, принятыми Советом Безопасности ООН. Большое внимание мы уделили ситуации на Корейском полуострове, подтвердили последовательную линию наших стран на неукоснительное соблюдение всеми вовлечёнными сторонами, соответствующих резолюции Совета Безопасности. Мы выступаем за принятие таких мер, которые, с одной стороны, препятствовали бы дальнейшему развитию северокорейских ракетно-ядерных программ, но в то же время не вели бы к нарастанию напряжённости в регионе и не перекрывали бы возможность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Россия и Китай твёрдо выступают за полную денуклеаризацию этого полуострова. Одновременно мы подчеркнули контрпродуктивность попыток использовать действия Пхеньяна как повод, как предлог для наращивания избыточного военного потенциала в регионе, включая развертывание там нового позиционного района глобальной противоракетной обороны Соединённых Штатов. Мы удовлетворены итогами переговоров. Они в очередной раз подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение и углубление многопланового российско-китайского стратегического партнёрства и всеобъёмлющего взаимодействия. Спасибо. Я готов провести, только что мы со своим данным другом Лавровым провели переговоры и вышли на важные договоренности. Международная структура переживает глубокие преобразования. Очень многие подходы, оценки китайской России в отношении мирового процесса совпадают, либо схожие. У нас, можно сказать, беспрецедентные, интенсивные точки соприкосновения. Двуссторонние отношения перерывают наилучший период за всю историю. Мы дорожим такое здоровое, стабильное всесторонним стратегическим отношением. Как не меняется международная ситуация, китайские отношения должны и могут только укрепляться. Мы только будем двигаться и никогда не отступить назад. Любые негативные ритолики о китайских и российских отношениях перед множеством фактов остаются необоснованными. Любые попытки убить клин в китайско-российские отношения благодаря перед лицом нашей солидарности являются недействительными. В соответствии с договоренностью между председателем Си Цзиньбин и президентом Путином на полях форума «Один бой за один путь», обе страны всемирно продвигают сотрудничество по сопряжению национальной стратегии развития, также строительство по САПУТИС и АЭС. Ускоренным темпом реализуется стратегически крупный проект сотрудничества в энергетике, инвестиции в космос и авиации в транспортной сфере. Налицо в существенный прогресс. Мы глубоко убеждены в широкой перспективе двустороннего сотрудничества. Потеряние тесных контактов координации китайской России по целому ряду международных региональных тематик уже служит надежной опорой в поддержании мира и стабильности в мире. Мы готовы в дальнейшем активировать стратегическую взаимодействие с Россией, проявлять чувство долга как мировой державы, чтобы обеспечивать мир стабильности на земном шаре. Мы с министром обращаем большое внимание на развитие ШОС. Скоро завершится первый рамок расширения организации, открывать новые возможности. Мы готов вместе с Россией прилагать усилия, совместно распространять, принадлежать шанхайский дух, укреплять солидарность и взаимодоверие, активировать международные взаимодействия в интересах, содействие мира и стабильности в регионе, тем, чтобы ШОС послужил надежным гарантом и залогом для улучшения благосостояния развития экономики стран-участниц. Ситуация на Карикском полуострове – это еще одна важная тема переговоров. У нас предельно совпадающие позиции. Мы наставим на осуществление динокрализации полуострова и наставим на обеспечении мирной стабильности на полуострове против любых негативных действий и высказываний, которые способствуют напряженности, против размещения системы ДХАТ в Республике Корея под предлогом ядерных проблем и ГАНДР. Мы готовы в дальнейшем прилагать свои ответственные усилия к сохранению безопасности стабильности в Северо-Восточной Азии и динокрализации полуострова. Добрый день, Анна Балдина, телеканал «Россия-24». Вопрос к господину Ваны. Вы упомнили, что в Пекине в середине мая прошел форум «Один пояс – один путь», как вы видите, участие России в инициативе нового пояса «Шелкового пути». И смежный вопрос. Мы наблюдаем успехи Китая в таких международных проектах, как новый банк развития «БРИКС» и азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Скажите, в финансовой сфере, в двустороннем плане Россия и Китай, какие акценты вы ставите и какие ставите задачи? Спасибо. Только что в своем выступлении министр Лаврову еще раз поздравил с успешным проведением первого международного форума «Один пояс – один путь» в Бекине. Мы также благодарны президенту Путину за личное участие. Он внес крупный вклад в успешное проведение данного форума. Мы всегда рассматриваем Россию как один из важнейших партнеров по строительству одного путь с одного пути. Мы рассчитываем при этом, уверены в том, что Россия в историческом процессе строительства одного путь с одного пути будет играть уникальную, важную роль, незаменимую роль. По поводу взаимодействия Китай-Россия от координации усилий для строительства одного путь с одного пути мы связываем очень большую надежду с таким сотрудничеством, поскольку оно не только способствует просветанию роста могущества двух стран, а также и послужит наполнением новых содержаний всестороннего сотрудничества взаимодействия двух стран, поскольку это позволит нам уносить новый вклад в развитие просветания нашего континента. На самом деле наше сотрудничество развивается по всем направлениям. Только что мы провели инвентаризацию нашего сотрудничества. Скажем, Китай сейчас ныне с ЕАЭС обсуждает возможности заключения соглашения торгово-экономическое партнерство. Уже на сегодняшний день состоялось три рамка переговоров на лицо очень важной прорыва. Мы рассчитываем на скорейшее достижение договоренности и реального результата. К примеру, Китай вместе с Евразией экономическим советом во главе с Россией обсуждает, разрабатывает конкретный план перечень сопряжения. Уже можно ожидать доработку на ближайшее время. Такой перечень также будет играть руководящим рекомендационным документом для сотрудничества между деловыми кругами. Еще, к примеру, Китайское упомощенное ведомство Минкоммерции готов вместе с экономом развития России и рассматривать возможности создания экономического партнерства. В целом, вопрос уже согласован. Можно ожидать заключить какой-то типа меморандум для запуска процесса изучения данной возможности. Кроме этого, российская страна также выдвинула инициативу совместного освоения северного морского пути под названием «Литового шокового пути». Мы считаем, что это очень хорошая идея, позволяющая расширять кругозор сотрудничества. Мы поддерживаем сотрудничество в двустороннем формате с Россией, а также с всеми заинтересованными сторонами в освоении данного «Литового шокового пути». Вчера на встрече с президентом я также упомянула о том, что Россия на днях приняла стратегию экономической безопасности до 2030 года. У нас в Китае также разработаны стратегии, которые осуществляются на двух шагах. И мы готовы, намерены в дальнейшем, осуществлять состыковку стратегии национального развития. Это также позволит нам в дальнейшем расширять сферы сотрудничества и изыскивать новые источники роста. У нас полная уверенность в будущем сотрудничества. У вас еще задают вопрос по поводу финансового сотрудничества, также по развитию БРИКС. У нас всесторонние отношения с Россией. Они охватывают не только инвестиции, торговли, крупные проекты сотрудничества, взаимовыгодные сотрудничества, также набирают быстрые обороты в финансовой сфере. Позвольте привести к примеру. Китайский торгово-промышленный банк недавно уже начали осуществлять крыльниковую операцию в китайских юанях. Это очень важный механизм для финансового сотрудничества между нашими банковскими институтами. Центральный банк России уже открыл свой представитель в Бекине, что очень полезно для активизации связи между банковскими сферами, в частности, Центробанков. И очень важное мероприятие ведущей российской предприятии. Русал на шанхайской бирже уже впервые распустил бонды в китайских юанях на сумму 1 миллиарда китайских юаней. Это очень хороший пример. Клювитов на состоявшемся форуме Китай заявил о создании инвестиционного фонда межрегионального сотрудничества Китай и России размером за 100 миллиардов китайских юаней с ориентиром на освоение российского Таним-Востока в пользу поиска хороших, благоприятных проектов сотрудничества. Но при этом у нас также функционируют другие инвестиционные фонды. Хочу отметить, что финансовое сотрудничество также вместе с другими сотрудничествами в других сферах постоянно действовать вне сон. Мы рассчитываем на то, что финансовое сотрудничество также послужит прочной гарантией для сотрудничества между нами в целом. Я два слова тоже скажу на эту тему, поскольку вопрос был об участии России в международном сотрудничестве на этом пространстве. Как вы знаете, Россия вместе со своими партнерами по Евразийскому экономическому союзу продвигает открытые, ориентированные в будущее подходы к евразийской экономической интеграции. Параллельно развивался проект, который Китайская Народная Республика продвигала, экономический пояс шелкового пути. И поскольку и тот, и другой подход не предполагает формирование каких-то закрытых, изолированных механизмов, а наоборот нацелен на открытость, возникли естественные возможности стремления с обеих сторон гармонизировать эти процессы. Так возникла договоренность о согласовании документа о сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Евразийским экономическим союзом. Также в этом же контексте возникла договоренность продвигать конкретные подходы к сопряжению интеграции в рамках Евразийского экономического союза и в рамках тех инициатив, которые составляли содержание экономического пояса шелкового пути. Параллельно, в контексте расширения внешних связей Евразийского экономического союза, с учетом того интереса, который несколько десятков государств проявили к установлению контактов с Евразийским экономическим союзом, президент Путин сформулировал предложение о том, чтобы подумать над формированием большого евразийского партнерства, в рамках которого могли бы сотрудничать и члены Евразийского экономического союза, и члены Шанхайской организации сотрудничества, и члены ОСИАН. Кстати сказать, это тоже упоминалось во время состоявшегося год назад в Сочи саммита России-ОСИАН. И опять же параллельно к китайской концепции экономического пояса шелкового пути эволюционировало в более всеохватывающий проект, проект «Один пояс, один путь». И на последней встрече в Пекине президент России и представитель Китайской народной республики договорились подумать о том, как совместно работать и над проектом Большого азиатского партнерства, и над проектом «Один пояс, один путь». Так что этот процесс многогранен, это процесс, который находится в состоянии развития, но то, что все эти подходы к развитию интеграции на Евразийском континенте являются открытыми и нацеленными на поиск конструктивных решений, которые были бы взаимовыгодны для всех, – это, я думаю, гарантия того, что мы преуспеем на этом пути. Пожалуйста, телевидение «Феникс». Спасибо. Телеграммания «Феникс» в Гонконге, Китае. У меня вопросы к Сергею Викторову. Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете нынешнее состояние между Китаем и Россией, а также развитие в сфере делового сотрудничества. Каково Ваше ожидание от предстоящего визита председателя КНР Си Тимпина? Еще у меня личный вопрос к Вам. Только что Вы сказали, что министр Ван Ги разговаривал об охране зон деэкскалации в Сирии. Вчера Иран сказал, высловил, чтобы против США участвовать в охране зон деэкскалации в Сирии. Каковы позиции России по этому вопросу? Мы уже говорили, выступая на открытии этой пресс-конференции с моим китайским коллегой, о том, что российско-китайские отношения переживают расцвет, они достигли уровня беспрецедентного за всю историю наших связей, и они охватывают все мыслимые сферы взаимодействия между государствами, да, наверное, и все сферы межчеловеческого общения. На официальном уровне у нас уникальный разветвленный механизм организации партнерства в практическом плане. Наряду с ежегодными саммитами и наряду с ежегодными встречами в верхах на полях международных мероприятий, а таких бывает 5-6-7 за год, действует механизм ежегодных встреч главправительств и механизмы, которые готовят документы к этим мероприятиям, и механизмы, которые возглавляются четырьмя заместителями премьер-министров с обеих сторон. И это сотрудничество охватывает такие сферы, как инвестиции, энергетика во всех ее проявлениях, и электроэнергетика, и углеводородная, и атомная энергетика, космос, другие высокотехнологичные сферы нашего сотрудничества, военно-техническое взаимодействие. Наращивается и структурируется сотрудничество между регионами России и Китая, включая такие знаковые проекты, как Волга-Янзы и взаимодействие между Восточной Сибирью и Дальним Востоком Российской Федерации и северо-восточными регионами Китая. Есть структуры для продвижения повседневных контактов деловых кругов, есть форум, в рамках которого общественность двух стран регулярно проводит встречи и изыскивает все новые и новые взаимоинтересные формы организации контактов между людьми, и многое другое. Что касается нашего внешнеполитического взаимодействия, то и президенты, и президент с представителем Китайской Народной Республики и на уровне министров мы не раз давали оценку этим отношениям, как играющим важнейшую, стабилизирующую, уравновешивающую роль на нынешнем очень непростом этапе мирового развития. И я убежден, что по всем этим направлениям в рамках предстоящего визита председателя КНР в Российскую Федерацию будут приняты весомые решения, которые позволят сделать дополнительные шаги по всем направлениям сотрудничества. Думаю, что особое внимание будет уделено тому, как на новом этапе реализовывать большой договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве. Лидеры России и Китая регулярно одобряют соответствующие планы действий. Думаю, что будет уделено внимание и оценке ситуации в мире. И в этом контексте главы наших государств сформулируют свое видение путей преодоления трудностей, которые накапливаются и продолжают накапливаться в международных отношениях. Что касается вопроса о том, как реализовывать инициативу о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, и эта инициатива, как вы знаете, с согласием правительства Сирии и при поддержке вооруженной оппозиции, которая участвует в астанинском процессе, была сформулирована тройкой гарантов России, Турции и Исламской Республикой Иран. Вот в эти дни продолжаются экспертные консультации со всеми заинтересованными сторонами о том, как конкретно реализовать эту инициативу, включая организацию наблюдения за выполнением обязательства прекращения огня и включая организацию пропускных пунктов для гражданских лиц, для доставки гуманитарной помощи и так далее. О том, кто конкретно, какие конкретно страны будут приглашены направить своих военнослужащих, полицейских для обеспечения функции наблюдения и функции пропуска, эти консультации, конечно же, прежде всего будут проводиться с правительством Сирийской Арабской Республики. По-иному не бывает. В ходе любых миротворческих действий главным является согласие принимающей стороны. Ну и, конечно, в этом контексте мы будем активно содействовать тому, чтобы такие группы военных наблюдателей, военных полицейских были сформированы как можно скорее и в таком национальном составе, который, с одной стороны, поддерживается и согласовывается Сирийской Арабской Республикой, а с другой стороны, обеспечивает эффективное, сбалансированное функционирование этих зон деэскалации. Вопрос с обоим министром. Каким Россия и Китай видят выход из сложившейся кризисной ситуации на Корейском полуострове? Какие конкретные шаги для этого необходимы? И как обе страны оценивают позиции и действия Соединённых Штатов Америки, а также стран соседей КНДР, Южной Кореи и Японии по урегулированию корейского кризиса? Спасибо. Японии по урегулированию корейского кризисного полуострова всегда лежит в повестке для наших переговоров. У нас подходы весьма ясны и неизменны. Остается неизменным важно на основе строгого исполнения резолюции Совбеза ООН сохранить проверенности диалогу и переговорам для урегулирования. Такой курс отвечает и положением ХАР Устава ООН в духе мирного урегулирования сборов. Оно также считается самым успешным опытом для урегулирования подобных проблематик для международного сообщества. Отвечает интересам всех стран этого региона, в частности и КНДР, и Южная Корея. Сюда не годится силовой метод, который приведет только к ухудшению ситуации и еще более негативных последствий. И в прошлом, и ныне, и в будущем такой вариант не должен стать выбором для любого государства. Китай-Россия по этому поводу уже достигла очень высокого уровня в самопонимании. Мы принимали во внимание то, что США насчет урегулирования проблемы на Корейском полуострове сделали разные заявления, но по-прежнему настаивают на переговорном варианте, иначе говоря, на мирном варианте урегулирования. По моему мнению, что такой курс у американцев также остается ясным. Что касается и Республики Кореи, мы также приняли во внимание заявление новой администрации президента Южной Кореи, которая неоднократно открыто, откровенно заявила о том, что у них такой подход, а именно, необходимо параллельно ввести и санкции, и диалог. В конце концов, нужно дописывать регулирование путем диалога. Другая сторона – это Япония. Японская сторона, судя по всему, у нее менее позитивные позиции. Мы рассчитываем на то, что, как еще другой сосед полуострова, Япония может и будет исходить из интересов целого стабильность и безопасность в регионе вместе со всеми странами этого региона, занимать позитивный и конструктивный подход. Таким образом, мы можем добиться урегулирования путем переговоров и диалога. Мы уже выступили с инициативой по поводу двойного прекращения, а также и параллельного движения. Российская сторона также выступила с подобной же инициативой. Более того, Россия также уже открыто высказалась в поддержку нашей инициативы. И в этом же контексте Китай и Россия играют конструктивную и позитивную роли. Что касается Вашингтона, мы рассчитываем, что Вашингтон также выполняет, конкретицировать свои обещания по поводу четыре нет и один за, по поводу, что американцы не добиваются смены власти Кандер. Что касается Сеула, мы также рассчитываем на то, что Южная Корея также будет сохранить приверженность духу заявления новой администрации президента. Прилагать усилия к восстановлению необходимого диалога, контактов с Кандер. Только что уже поднял дему Токио. Рассчитываем на то, что японские партнеры не будут стать препятствием для переговорного процесса. Что касается Кандер, у нас тоже весьма четкий подход. Кстати, совпадающий подход с российской стороной. Мы призываем Кандер отказаться от действий, которые нарушают резолюции СОПИЗа ООН. Рассчитываем на усилия Кандер, которые нацелены на создание предпосылок для восстановления переговоров. Хочу при этом сказать, что в корне ядерных проблем Гориспола острова кроется вопрос безопасности. Мы должны фокусироваться именно на вопрос безопасности, в частности, в интересах снятия интернет, озабоченности всех сторон. И в этом же плане очень предельно не хватает доверия. Важно делать то, что способствует укреплению доверия. Если только все стороны будут поступать встречи друг к другу, мы будем во всяком случае находить решение, развязку выхода из нынешней ситуации. И в этом процессе мы готовы активировать контакт со всеми сторонами, в частности, с Россией под стратегическим взаимодействием. Я могу поддержать всё, что сейчас было сказано. Мы придаём очень большое значение принятию срочных шагов по недопущению дальнейшего усугубления конфронтации вокруг корейского полуострова. Все резолюции с этой безопасностью должны выполняться. Напомню ещё раз, что эти резолюции предполагают прекращение пхеньянам ракетных и ядерных испытаний и предполагают определённые меры воздействия на пхеньян для того, чтобы побудить его выполнить это требование. Но они же, эти резолюции предполагают и продолжение переговоров, необходимость возобновления переговоров тем, чтобы найти исключительно политическое решение этой проблемы. Губительность попыток силовых сценариев признаётся всеми. И отмечу в этой связи недавние высказывания министра обороны Соединённых Штатов Мэттеса, который прямо сказал, что применение силы для урегулирования проблем корейского полуострова будет губительным и катастрофичным. Поэтому надо искать политическое решение. И вроде бы сейчас стали раздаваться голоса в пользу того, чтобы возобновить контакты, но при определённых условиях. Об этом говорят и в Вашингтоне, и в Сеуле, и теперь даже в Пхеньяне. Но повторю, каждый выдвигает условия, которые предполагают, что именно другой должен сделать первый шаг. Пхеньян настаивает на том, чтобы уже сейчас, без решения ядерной проблемы, получить полные гарантии безопасности. Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы, прежде всего остального, Пхеньян должен демонтировать свою ядерно-ракетную программу. Если разговаривать с ультиматумами, едва ли мы продвинемся далеко и скоро. Поэтому мы поддерживаем то, что предложила Китайская Народная Республика на основе анализа вот этой ситуации. Предложила Китайская Народная Республика параллельное продвижение, чтобы никто не ощущал себя действующим под гнётом ультиматумов, односторонних условий. И никто не ощущал себя как стороной, которая вынуждена делать односторонние уступки. Это параллельные движения и, по-моему, та концепция, вокруг которой и на основе которой нужно искать практические шаги по выходу из нынешнего тупика. И конечным итогом этого движения, которое, я очень надеюсь, мы сможем начать, конечным итогом должна стать полная денуклеаризация корейского полуострова и одновременно структура, система, которая позволит обеспечивать безопасность, мир и взаимовыгодное сотрудничество на корейском полуострове и в более широком плане в Северо-Восточной Азии. И надеюсь, что все участники процесса, включая Японию, о которой вы упомянули, осознают безальтернативность такого подхода. Завершающий вопрос, пожалуйста, Центральное телевидение Китая. Мы знаем, что в этом году пройдет восстание Советского Союза. Вы только что упомянули о том, что очень сложно меняется международная ситуация. Как вы считаете, в этом же контексте какие возможности вызовы стоят перед шоу? Спасибо. В этом году исполняется 15 лет с момента подписания Харти Шоса. Также 10 лет исполняется с момента подписания договора о добрососедствии, трубе и сотрудничестве. С удовлетворением отмечаем, что благодаря усилиям всех участниц Шоса уже становится новой региональной структурой с новой концепцией развития, играющей очень важную роль в мировом процессе. Действительно, перед шоу стоят новые возможности и вызовы внутри Шоса. Можно сказать, что на предстоящем Астанинском саммите можно ожидать совершения приема Индии и Пакистана в качестве новых членов. Таким образом, Шос станет крупнейшей региональной организации с самым огромным населением и широким пространством. И отсюда появятся новые возможности раскрытия потенциала. Над тем, что после вступления в Шоса Индия и Пакистан будут соблюдать положение договора о добрососедствии и сотрудничестве. В духе Шоса процесс идти навстречу друг с другом и служить новым стимулом для развития организации. Что касается торговли на фоне поднятия голого проникционизма и усугубления ситуации в регионе, думаю, что Шос должны не упустить хорошие возможности нынешней эпохи, высоко несет знамя многостороннего сотрудничества и более эффективно, эффективнее и действеннее бороться с тремя злами в интересах, оставив интересов своих всех стран. Участница в пользу о поддержании стабильности мира в регионе. После Астанинского САМИ Китай примет председательство Шос. У нас разрабатывают соответствующий рабочий план, который охватит политику, экономику, безопасность, гуманитарные, внешние контакты, институциональные становления. Всего шесть сферы планируем провести содержательные разнообразные мероприятия. Китай готов вместе с Россией другими партнерами БОШОС общими усилиями, содействуя тому, что БОШОС в ходе китайского председательства действовал все более солидарно, эффективно и результативно. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, на этом завершаем пресс-конференцию. Спасибо за участие. Спасибо.